Уже почти месяц бывший городской голова Валерий Баранов работает в Киеве в качестве народного депутата. Сегодня он был в Бердянске и поделился своими впечатлениями о работе главного законодательного органа государства народных избранников 6-го созыва с представителями городских СМИ на пресс-конференции. Нардеп Валерий Баранов не раз подчеркнул, что делится своими личными впечатлениями, которые, однако, совпадают с фракционными блоком Литвина. Он полагал, что работать Верховный Совет начнет быстро и что бюджет примут до Нового года. Да не тут-то было, в Раде затянулся организационный процесс. По большому счету, Украина нуждается в смене политической элиты. Те люди, которые сегодня стоят на верхушке политической элиты, они очень заняты решением личных политических, корпоративных и других интересов, которые очень оторваны от реальных потребностей людей. И, понимаете, вот этот процесс воспределения должностей, кресел и всего остального, он должен происходить, с моей точки зрения, для чего-то. Нынешнюю политическую ситуацию в стране депутат сравнивает с аналогичным положением 2005 года. Сегодня, как и двумя годами ранее, на должности министр предлагает кандидатуру людей, которые никогда сами не занимались тем, чем собираются руководить. Опять наступать на те же грабли, говорит Валерий Баранов, и, кстати, видимо, это вдохновило его на идею установить в Бердянске еще один памятник, действующую модель граблей. Но это в перспективе. Сейчас же вопрос в том, что фракцию, от которой выступает Валерий Баранов, не устраивает ситуации, когда в комитете назначают кумовьев или просто хороших парней, а не специалистов с реальной программой деятельности. Если завтра будет выдвинута Юлия Владимировна или послезавтра, я от нашей фракции буду выступать. Выступление мое в черновете лежит у меня в парфеле, я могу вам ее угадать. Я буду там об этом говорить. Наши все время увлекают, почему вы не объединяетесь вместе с Юлией Владимировной. Не хочу я объединяться вокруг дела, которое права. Пока в парламенте идут коалиционные и сопутствующие им процессы, Валерий Баранов успел прочесть коалиционный договор. Документ из 97 страниц. Процента на 80 – это программа деятельности будущего правительства. Вот сидящие в этом зале люди, с которыми я проработал, написали бы более профессиональный и умный документ, чем та бумага, которую мы получили в виде программы деятельности правительства. Это полный мурак. Это набор первомайских лозов. Улучшать, повышать, развивать, укреплять, содействовать, способствовать и подоладу. Мы тут подолады бизнес и бизнес соединяются. Коррупцию подолады, подолады бить. То есть не причины, которые приводят к этому верли, а подолады. Как подолады, никто не знает. Поскольку нет у них выписанной цели и механизма достижения, поскольку это будет опять непрофессиональное правительство, то они явно к успеху нас с вами не прыгают. Поскольку вот такая кампания сегодня в Верховном Совете и правительство формируется по таким принципам, то присоединяться к этой группе непрофессиональных товарищей было бы абсурдно. Потому что поддержав их или присоединившись к ним, мы бы разделили с ними ответственность за тот провал, который их ожидали. По мнению нашего народного депутата, большинство собравшихся под куполом на Грушевского о работе не думает. А тех, которые уже сегодня ходят с законопроектами, единицы. И по наблюдениям Валерия Баранова, это люди, пришедшие из реальной жизни, бывшие мэры и другие специалисты практики. Впрочем, идеальных правительств не бывает, равно как и людей. А беда Украины, по мнению Валерия Баранова, в отсутствии лидера, способна объединить силы во благо созидания. О внутренней парламентской кухне, как спикера искали, как кнопки нажимали, и как столичные журналисты это в новостях подавали. Говорилось на пресс-конференции многое с юмором. Ну а жизнь в Украине вопреки, они благодаря событиям в Верховной Раде держатся на органах местного самоуправления. Вот здесь мы с вами пытаемся все ошибки, все их промахи, всю их неспособность реализовывать сами, не имея для этого ресурсов. И огромное спасибо тем людям, которые работают на местах и вам том числе. Потому что там наши самые люди не волнуют никого. Наш бывший мэр записался в комитет жилищного хозяйства, немодный нынче Верховной Раде, однако сделал это сознательно. Сейчас же работа над продвижением декларации самоуправлений. Есть некоторые договоренности относительно Бердянска именно о выделении города субвенции на ряд объектов, завершение газификации косы, канализационной станции номер 7 и так далее. Редактор субвенции Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова